Пятьдесят первая глава книги пророка Исаии Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне. Ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою, поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь. Ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня, восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила рава, поразила крокодила, не ты ли иссушила море, воды великой бездны превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные, и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я, я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его. И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса, и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ. Воспрянь, воспрянь, восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения, осушил. Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он возрастил. Тебя постигли два бедствия. Кто пожалеет от тебя? Опустошение и истребление, голод и меч. Кем я утешу тебя? Сыновья твои изнемогли, лежат по углам всех улиц, как серна в тенетах, исполненные гнева Господа, прещения Бога твоего. Итак, выслушай это, страдальц, и опьяневший, но не от вина. Так говорит Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за свой народ. Вот я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей, ты не будешь уже пить их, и подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе, поди ниц, чтобы нам пройти по тебе, и ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих. Субтитры сделал DimaTorzok